Поставили точку в семейном финансовом споре, исчисляющейся десятками миллионов рублей. Сегодня советский районный суд Казани вынес приговор 50-летней Венере Набиулиной. Женщину обвиняли в мошенничестве на 29 миллионов рублей. Следователи доказали, она брала крупные суммы родственников и друзей и возвращать не торопилась. Всего их деле фигурировало 6 потерпевших. Однако они уверяют, что обманутых, как сумма причиненного ущерба, может быть намного больше. Подробности в материале Рамиля Шайдулина. Если бы я на них не извинялся, то никогда в Казани не были бы. Я вам помог в учебном милиции поступить. Семейный конфликт начался еще задолго до судебного процесса. По рассказам потерпевших, среди которых родственники и друзья подсудимые, женщина брала у них деньги в долг с 2014 по 2016 год. На развитие бизнеса кому-то обещала вернуть сумму с процентами, а кому-то без. Венеру Набиулину знали как успешную бизнесвумен, а поэтому деньги ей доверяли без вопросов. Появились они позже, когда заемщики не получили свои кровные назад. Первоначально я ей дал без процентов, но чтобы получить более крупную сумму, она предложила, говорит, вот давай так, я постоянно пользуюсь твоими деньгами, давай я тебе буду оплачивать 10 процентов, и ты, ну как бы, не заморачивайся. Заморачивайся. Шамиль Курамшин отдал подсудимой 6 миллионов рублей. Как рассказал мужчина, из этой суммы обратно он не получил ни копейки. И таких, как он, оказалось 6 человек. Один из них, согласно уголовному делу, лишился 19 миллионов рублей. Я так ее и спросил, куда ты девала 29 миллионов, она не дала внятного ответа. Спросила она на бизнес, но это ложь. В ходе следствия все ее вот эти лжи контракты, они не подтвердились. Были сделаны запросы в те или иные организации, куда она якобы отправляла деньги. Они не подтвердили получение этого денег. На защиту подсудимой встал ее супруг. Мужчина не считает свою жену виновной и во многом винит родственников. Отмечает, что в бизнесе она около 25 лет. Проблемы с деньгами начались со времен кризиса, однако долги выплачивала по мере возможностей. Она брала, она давала на предпринимателей. Она больше отдала, чем взяла. Знаете проценты какие? 10 процентов в месяц. Это сколько было? Вот. Было время, она в месяц отдавала 800 тысяч рублей только проценты. В судебных прениях защита добивалась оправдания, тогда как государственное обвинение запросило для подсудимой 6 лет заключения в исправительной колонии общего режима. Обвиняется Набиулина по статьям мошенничества в крупном размере и в особо крупном размере. Взвесив все за и против, советский районный суд приговорил Венеру Набиулина к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Кроме того, были удовлетворены 3 гражданских иска о взыскании с подсудимой 11 миллионов 900 тысяч рублей. Впрочем, такому итогу были рады не все. Обжаловать приговор намерена как сторона защиты, так и сторона потерпевших. По словам последних, они будут добиваться увеличения срока содержания под стражей. Также возможно, что после приговора в полицию обратятся и другие люди, доверившие подсудимой свои деньги. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Азат Самигулин. Вызов 112.